Ребята, привет! Наша рубрика продолжается и сегодня, как и обещал, я хочу попробовать своими руками восстановить фары. Они до того со временем пожелтели, что ночью ехать уже невозможно просто. Видимости ноль, двигаюсь по приборам, а паркуюсь вообще по звуку. Ну что, приступим? Так, сейчас мы сперва снимем аккумулятор. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, зашлифовывать будем простой наждачной бумагой. Есть машинка вот такая, есть наждачная бумага, но кружочек, который прилипает только на 240, начинаем с 240 и медленно будем повышать. Потом на этот кружок будем прилепливать бумаги 600, 800, 1000. На этом все кончается и начинаются вот такие бумажки из Амазона. Я заказал, к ним идет насадочка. Насадочка для шуруповерта. Здесь у него такая мягкая подушка, что очень кстати вообще супер. Здесь у нас уже есть 1200, 1500, 2500, 2000 и 3000. Короче, зашлифовываем фару от 240 до 3000. Вот. А 1000 начнем шлифовать поливая водичкой. Лучший эффект будет. Ну и бумажка буквально после первых оборотов забивается. Лучший эффект будет. Пипец, вот дошлифовался. О-о. Вот нафиг сейчас дождик, если честно. Вот так, что смотрим. Зашлифовал я это все дело до 3000. Выглядит оно пока месь так матово. Это я в Амазоне заказал такой спрей. Это, как там написано, специальный лак для восстановления фар. То есть спрей Макс 1К и 2К. И первый, как я понял, это будет как грунтовка. Потом нужно 20 минут все это дело посушить. И потом идет вот эта вот вторая АК. Ну еще нужно будет почитать, как это все делать. Единственное, я знаю, что все это должно сушиться и делаться, наноситься при температуре от 40 до 60 градусов, чтобы лак вступил в химическую реакцию с пластмассовой фарой. Но, блин, у меня здесь нету таких условий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, шел. Подходит к концу третий день, как я шлифую эти фары. Все пошло не по плану, не так, как я себе представлял. Сейчас я расскажу вкратце, обобщу. Почему? Во-первых, одну фару я закосячил тем, что я очень толстый слой лака положил. Очень тяжело определиться, когда нужно остановиться. Хочется все же побольше, пожирнее. Короче, одна фара у меня потекла. Я в испуге давай ее вытирать. Короче, полный пипец. На этом прекратился первый день восстановления фар. Второй день начался с того, что пришлось одну фару заново зашлифовывать. С 320 шлифовальной бумажки. И так подниматься медленно-медленно до 3000. Потом снова грундировать лаком 2К спрей. Но все бы не то, если бы Лера не решила в метре от фары помыть вишенку. Она помыла вишенку. Залив и фару тоже брызгами. Это продлило работу до вечера. Но вечером выяснилось, что лак, двухкомпонентный лак. После открытия годен был только 14 часов. И когда я залил, запшикал снова фару. Она стала зернистая. Как будто песком ее, короче, полили. Так закончился второй день шлифовки. На третий день долго думали, что делать. И прошел он просто. Я вот этой вот шлифовальной машинкой с тряпкой, не знаю, часов 6, может быть, по фаре ерзал. Чтобы кое-как привести ее в порядок. Она, короче, сломалась. И результатом я доволен. Но, во всяком случае, он кардинально отличается от того, с чего мы начали. Вот. Так вот. Ну, ребята, если вы считаете, что я не зря промудохался трое суток с фарами, то поставьте, пожалуйста, лайк. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА